Культ, 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 культ. 12 часов и почти что 6 минут в Кирове. Добрый день. Традиционная для пятницы программа «Культ поход» начинается в это мгновение и ведут ее как и в прошлую пятницу, как и в позапрошлую Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Да, сегодня такая предзимняя погода, такое ощущение того, что в природе все меняется, и сегодня снег уже пошел на улицах нашего города. И вокруг нас на самом деле много чего происходит интересного. Стоит только приоткрыть свои глаза, да, поинтересоваться, а что вообще с окружающим миром-то. И сегодня у нас, кстати, такая тема в культпоходе, которую мы планировали и запланировали уже давненько, и с удовольствием ждали наших гостей. И один из гостей наших, он сейчас в Слободском находится, мы чуть позже поясним, кто это. И у нас вот буквально в последние полчаса тут такие изменения, замена в команде наших гостей, да. В общем, сейчас все... Не замена, я бы сказала, дополнение. Дополнение, да. Потому что команда — это одна. Да. Вот такая суета, такая очень приятная. И сейчас мы обо всем подробно расскажем и представим нашу гостю. Пожалуйста. Да, у нас сегодня в гостях Ксения Логинова, художник, активист, экскурсовод. И сегодня Ксения нам представляет очень интересный проект. Это водонапорная башня в Слободском. Я думаю, что многие уже жители нашего города слышали о ней. Вот. Но думаю, что еще... Но лучше увидеть. Во-первых, да, лучше увидеть. И это, кстати, будет возможность сделать. Потому что Ксения сегодня нам разыграет пригласительный билет на свою экскурсию, на обзорную экскурсию по городу Слободскому, в которой, конечно же, будет включена водонапорная башня. Вот. Чем же она знаменита, почему обязательно нужно увидеть и город Слободской, и водонапорную башню, вот сегодня мы с вами, с Ксенией как раз и поговорим. На самом деле, ребята очень подробно описывают свои приключения, похождения, в том числе связанные с башней в соответствующей группе во Вконтакте, водонапорная башня Слободской, она точно так и называется. И если посмотреть посты, которые были опубликованы за последние дни, ну, прям работы, надо сказать, у вас там, ой-ой-ой, мам, не горюй, такое пространство и столько планов. В общем, достаточно трудоемкое и очень ответственное занятие, да, Ксения, получается? Это верно. Какие-то штуки там удивительные находите по ходу. Вы вышли на какой-то новый этап, похожий, реставрации, реконструкции, потому что какая-то активная работа очень началась. Да, потому что откладывать уже некуда, только надежда на себя. Тем более, что приложились некоторые обязательства, которые обязательно должны быть исполнены к октябрю следующего года. То есть за год нужно сделать полную реставрацию внешнюю, внутреннюю и уже открыть первую экспозицию музея Чарушина с его такими самыми основными зданиями. Это договоренности с партнерами? Эта договоренность прежде всего образовалась из-за того, что у нас в Слободском присутствует такая НКОшка, которая очень часто пишет гранты. И один из грантов они написали совместный по реализации проекта, так скажем, водопроводов в Слободском, именно вот такого исторического, где нужно было восстановить водозаборную будку, немножко, так скажем, руинировать, сделать музей воды, и туда включили в том числе экспозицию в башне. Но получилось так, что с этой водозаборной будкой получились какие-то непонятки. Она в очень странном юридическом отношении, непонятно, то есть кому она принадлежит, как ее взять в аренду, не договорились. Статус такой у нее. Да, и получилось, что с нас очень-очень оперативно потребовали смету. Смета общая у нас составила 6 миллионов на ремонт здания, и мы должны до октября все это выполнить. Предоставляют нам вот этого гранта, так сказать, отщепнули 2 миллиона. То есть такой хороший пинок для того, чтобы все-таки уже в темпе вальса начать работу. И действительно, да, своих средств придется вложить немало, но это круто, что есть какой-то срок, и нужно все сделать. Ну как вот сейчас вы там занимаетесь непосредственно этой деятельностью, понимаете, хватит вам времени-то, собственно, до октября следующего года? Я думаю, времени должно хватить. У нас, причем основная проблема, это даже не сколько средств, хотя в этом тоже нуждаемся. Основная проблема, это руки рабочие и работники, которых в Слободском не так много, но мы тут тоже выкрутились, у нас работают студенты училищ и местные жители Слободского, молодые ребята, которые не уходят на перекур, которые просто работают... Болонтеры? Нет, мы платим им деньги. То есть мы искали работников, у нас заложена в смету сумма зарплат, но даже взрослые люди, приходя туда, там, те же каменщики, которые имеют опыт работы, они почему-то, ну, я не знаю, отказываются. Ну и опять же, у нас были и взрослые работники в один месяц. Так скажем, эффективность их работы немножко пониже, чем у ребят. Ну, как это обычно бывает в нашей стране. Более взрослые люди, у них там много отвлекающих факторов. Так, ну это вопросы такие строительные, технические, а что касается музея, какая концепция складывается у музея, что там вы предполагаете будет, какая будет экспозиция, и будет ли это только музей, или всё-таки какая-то, ну, там, дополнительная занятость кафе, гостиница или что-то ещё? Да, непременно. То есть, получается, у нас четыре этажа. Первый этаж велкам-зона, мы хотим открыть кофейню. Ну, есть уже некоторые договорённости с шеф-поварами и даже с бизнесом, который, в принципе, там, открывает кофейни успешно по франшизам. Ну, в общем, не будем тут рекламировать. Это всё на этапе договорённости пока, переговоров. Второй, третий этаж — это, собственно, пространство музея. Мы бы хотели, мы уже связались и заказали первое здание, которое будут выполнены в виде 3D-моделей, такие объёмные фигуры, примерно высотой 50 сантиметров, которые можно будет потрогать, где будут прям целые диорамы, с листвой, с таким состариванием самого здания. То есть, очень такая мелкая, точная художественная работа. Ну, и непосредственно какая-то экспозиция будет посвящена, во-первых, Чарушину, его зданиям, а вторая часть — это всё-таки музей воды. Но мы уже тоже там хотим сделать такие маленькие водонапорные башни, не обязательно по проекту Чарушина. Да, второй и третий, да. Мы их тоже как-то по смыслу будем разделять. Сейчас тоже концепция у нас готовится. Нам Андрей Алексеенко помогает в этом, тоже наш хировский активист. И четвёртый этаж — это место, которое будет обеспечивать, так скажем, материальные такие вещи, например, зарплаты музейным работникам. Хотелось бы, чтобы это были там не стандартная минималка, а всё-таки достойный заработок, потому что мы думаем, что привлекать туристов будем много, объём работы большой, интересный, музей классный. Хочется, чтобы сотрудники получали хорошую зарплату. Собственно, из-за этого четвёртый этаж апартамента у нас уже несколько... То есть место, где можно остановиться? Да, можно снять четвёртый этаж, где у тебя видно весь Слободской, у тебя прекрасный треск камина, все удобства. Собственно, пожалуйста, заселяйтесь, платите деньги. Ксения, приоткройте секрет. Какие три здания Чарушина у вас попали в топ-3, да, то есть первое здание, которое вы заказали уже макеты? Потому что очень интересно, я видела, что вы запускали опрос, какие именно здания, вот вы считаете, должны быть первыми сделаны и должны попасть в музей. Какие это три главных здания Чарушина? Получается, что мы пока что две модели заказали. Первая модель — это здание, которое хотелось бы, чтобы оно было отдалённо, куда очень сложно попасть, но захотелось бы увидеть. Это церковь, которая построена в Кирсе. То есть мы сейчас заказываем обмеры, чтобы нам померили, именно понять пропорции этих же окон, входных дверей, чтобы уже непосредственно тот, кто делает макеты, всё точно классно сделал. Почему именно этот объект? Почему именно этот объект? Ну, 120 проектов церквей у Чарушина. Это одна из таких самых ярких и красивых. И, собственно, мы с вами до Кирса, конечно, можем доехать, но достаточно сложно. Но многие, я думаю, из наших слушателей не представляют, как выглядит, конечно. Но это надо быть большим поклонникам Чарушина, чтобы поехать в Кирс ради одной церкви, которая, наверное, скорее всего, сейчас в каком-нибудь не очень хорошем состоянии. У неё среднее состояние, на самом деле. Лучше, чем Екатерининская в Слободском, на самом деле. Она до сих пор действующая. Да, действующая, она достаточно большая. И второе здание, самое лакомое, моё любимое здание, это особня купца Булучёва. Там немножко... Мы бы хотели, и сам автор, который будет делать макеты, он хочет сделать интерьер. Поэтому нам нужно попасть туда, выписать соответствующие документы и всё-таки отфотографировать по разрешению специальных служб здание. Ну, мы знаем эти службы, мы знаем, что располагается. Здание мы знаем, здание мы видим снаружи, можем им полюбоваться, но мы не подозреваем, какой, во-первых, там задний двор красивый, оно же очень объёмное по проекту, и какие там прекрасные просто интерьеры. И хотелось бы вот как раз такое, как тортик разрезаешь, такой показать срез интерьер, что тоже можно было его как-то посмотреть. То есть хочется сначала сделать что-то недоступное, чтобы было больше интереса у людей. Ну, я дважды была внутри этого здания, где-то уже больше людей. Особняк Булучёва. Да, Особняк Булучёва. И могу сказать, что сохранились интерьеры только вестибюля. И на втором этаже, и комнатах других, там, первого этажа, уже видоизменённые интерьеры, они либо советского периода, либо уже где-то 90-х годов. Но вестибюль, конечно, потрясающий. Вестибюль — вот входная часть. Да, это входная часть, это лестница, это плитка, которая метлахская плитка, которую он привёз, она тоже в оригинале. То есть там, ну, действительно, есть что посмотреть. Но, увы, только для избранных. Есть фотографии 1915 года, где отчасти видны интерьеры, поэтому тоже, я думаю, что макет можно будет сделать прекрасным. Макеты, вы сказали, высотой 50 сантиметров. То есть полметра где-то, да? Ну, достаточно немаленькие такие сооружения. Также мы знаем, что к вам приезжала родственница Ивана Павловича Ирушина, его правнучка Евгения. Была у вас башня, какие у неё были впечатления? Будет ли она вам как-то помогать? Ну, на самом деле, помощь уже была такая, как цепочка через третье рукопожатие. Евгения приехала впервые на вятку и хотела посмотреть наследие своего прадедушки. Ей хотелось увидеть здание, побывать внутри. Конечно же, она связалась с тем же самым крином, с нами, для того, чтобы посетить и внутри посмотреть, какая работа идёт. Она, конечно, была впечатлена состоянием здания, нашими планами. И, конечно же, всячески нас поддерживают. У них есть тоже такая творческая группа архитектора-художника Чарушины, куда выкладываются и работы художников их династии, и в том числе здания. В общем-то, интересно, что она поделилась историей водонапорной башни, того, что сейчас активисты занимаются восстановлением. И девушка из Петербурга связалась с нами. И уже вот недавно мы ездили в Москву, и там удалось передать нам большую коллекцию латунных ручек, которые мы будем использовать в башне. Каким образом? И к ним сам Иван Аполлонович прикасался в своё время? Не совсем. То есть это эта же эпоха. Они немного все разные, потому что она, получается, так скажем, спасала разные фурнитурные части. Это были и защёлки, это были отдельные ручки. Они все разные. Есть полные комплекты. Вот эти створочки, петли, правильно? Ну, видимо, прям по конкретному, по индивидуальному, что называется, да, они заказы делали? Да, и смысл в том, что мы, посмотрев на наши окна, всё-таки вы желали заказать не заводское качество, пусть даже тех же деревянных окон. Они очень такие характерные для готики, стрельчатые, у них своеобразная форма. И если мы заказываем заводские окна, мы получаем такой условно-деревянный стеклопакет, который визуально не смотрится как нечто деревянное, красивое и фактурное. То есть слишком, скажем, доблеско выполненная работа. Хочется именно чего-то такого красивого, аутентичного. За что цепляется взор. Поэтому мы вообще тут сейчас зимой, даже несмотря на то, что какие-то частично работы на башне будут предостановлены, мы не будем переставать работать. Можно сказать, открываем свою столярную мастерскую и будем сами изготавливать эти окна. И вот как раз эта фурнитура, которая приехала к нам из Петербурга, благодаря Евгении попадет на сами окна. То есть она будет использована. Будучи уже в самом музее, вы можете все потрогать, посмотреть своими глазами, и это будет так называемая экспозиция, которая на самом деле живет и работает во благо функции этого же открывания окон. То есть в этом плане вот такая какая-то цепочка получилась у нас с Евгением Чарушиной. Ну вот на самом деле вы предвосхитили мой вопрос, безусловно, я хотел задать вопрос, связанный, наверняка ведь поинтересовались, может, архив какой-то семейный, то есть прикоснуться к тем вещам, которыми в свое время сам Чарушин пользовался. На самом деле там скорее не прикоснуться к вещам, возможно, нужно договариваться, у нас даже разговора не было об этом, но очень много есть семейных фотографий, которых, допустим, нет в оцифрованном виде в наших архивах, и вот к ним-то прикоснуться хотелось бы очень сильно и возможность сделать какие-то дубликаты. И часть экспозиции у нас же остается пространство, мы же задействуем такое внутреннее, а все стены у нас пустые, по сути, вот можно, например, устроить такой небольшой фотоальбом какой-то из этих фотографий. В перспективе вообще сколько работников там планируется у вас? Насколько велик будет? Ну, на самом деле это будет не раздутый штат, скорее всего, это будет обслуживание, там, уборка, определенное там место, это будут музейные сотрудники, причем мы даже частично уже кое-кого, можно сказать, заочно наняли, но я думаю, что штат будет там порядка пяти-семи человек, если же мы говорим про кофейню, там мы полностью пускаем человека, который будет заниматься этим кафе, потому что охватить все и делать это качественно не хочется, а хочется крутой продукт, поэтому вот этот штат кафе мы учитывать не будем, а вот именно администратор, это музейные работники, те, кто будут вести экскурсии, вот где-то порядка пяти-семи человек будут. Ксения, вы общаетесь или дружите, может быть, с какими-то музеями, которые уже открыты в водонапорных башнях, то есть есть пример, например, во Владимире, это музей также водонапорной башни, там очень красиво она не уступает, но немножко в другом стиле выстроена, в стиле эклектики. Есть в Екатеринбурге тоже музей города, открыт в водонапорной башне, хотя сама водонапорка очень скромная по внешнему виду. У них же там две башни, одна такая чисто железнодорожная, типовая, а вторая в конструктивистском стиле, вот с девочками из Екатеринбурга, мы очень активно общаемся, помогаем друг другу там советами, вот, и еще очень хорошо пообщались недавно с представителями башни, которые находятся в Бузулуке. Там им, к сожалению, тоже хотелось открыть не совсем музей, то есть нужно понимать, что некоторые открывают в пространствах башен музея, кто-то делает, например, как они, пространство под кафе. Но им, к сожалению, из-за пожарных норм пока не дают открывать, но удалось попасть вовнутрь. То есть потом у нас есть молодой человек, который купил башни для того, чтобы там жить, мы с ним тоже общаемся. То есть как владельцев водонапорных башен, этот клуб любителей теперь уже башенных людей, а не безбашенных, он на самом деле у нас большой. Вот я была уверена, что есть какое-то сообщество людей, которые сейчас приобретают эти водонапорные башни, потому что это ведь история, ну, наверное, распространенная, потому что сейчас они никому не нужны, очень часто они выполнялись очень качественно, эстетически, художественно, и сейчас есть возможность их приобрести. Ваша водонапорная башня является объектом культурного наследия или где-то в каких-то других городах? Пока не является. Вот, по-моему, как раз в Екатеринбурге, которая конструктивизм стиля на УКН, а наше нет. То есть это нам дает спокойную жизнь в плане лицензии, в плане проектов. То есть мы обращаемся с профессиональными строительными организациями, которые нам помогают в составлении СМИ, в любых советах. То есть все это будет сделано качественно, с историчностью, с полной, то есть никаких шагов лево, шагов вправо. И при этом мы понимаем, что когда у тебя объект ОКН, в какие деньги это упирается? Объект культурного наследия, да, я пояснил. Да, да, да. Упирается в большие деньги на проекте. Не только даже деньги, и сложности, и время. Сотрудников. В общем, на самом деле, что... Специфический допуск. Доделываем, затем подаемся на ОКН и защищаем там условно от потомков, чтобы все было уже путем в дальнейшем. Ну, наверняка уже дергают, задают вопросы постоянно. Ну, когда, когда вы что? Когда можно уже будет попасть, посмотреть? Попасть можно всегда. Я даже бы пригласила, наверное, на субботники. У нас каждые выходные... Ну, вообще, в течение недели тоже ведется работа, но особенно активно мы работаем в выходной, потому что больше подключается каких-то местных людей. Те же ребята из училищ приезжают к нам работать более активно именно в выходные. И мы сейчас, когда уже разобрали печку дореволюционную, которая в центре башни находится, она полностью из кирпича, который необходимо очищать и уже с помощью него восстанавливать наружную кладку. Так вот, этого кирпича, мама дорога, очень много квадратов, и мы очень сильно нуждаемся в дополнительных руках. То есть это работа с стамесками, такая достаточно не трудозатратная, но очень-очень интересная. Вот к этому можем привлечь, поэтому можно, так скажем, по пути и поработать, и посмотреть то, что внутри сейчас. К тому же можно, в принципе, попасть, когда там неактивные работы, попасть и в том числе на крышу. В октябре можно будет спокойно заплатить за входной билет и посетить музейную выставку. Ну, в общем-то, уже сейчас возможность посещения башни, она присутствует. Последний пост, кстати, в группе ВКонтакте. Любопытная находка сделана была. Давайте об этом немножко поговорим. Какие-то балки уникальные какие-то обнаружили. Да, у нас обнаружилась двутавра такая. Я называю это попросту рельсы железные. Раньше вид какого-то металлопроката был один, он больше напоминал рельсы. И с помощью нее уже все какие-то балки, не знаю, перекрытия заливались и делались. То есть вот подобные железные конструкции, они присутствуют вообще во многих зданиях 19 века, начала 20-го. И зачастую это как раз, я думаю, что вот Света тут вообще должна быть экспертом, это Демидовский завод, который делал как раз... На Урале, соответственно. Да, очень много железа. Все условно там железные дороги были сделаны Демидовыми. В том числе люди, строящие здания, заказывали подобные конструкции, чтобы делать уже из них перекрытие. Но вот у нас обнаружилась совершенно неожиданная находка. Это не русское производство. Мы пытаемся прочесть. Я думаю, что когда будем дальше разбирать клеймо, мы в других местах сможем четче разобрать, что там за буквы и какой именно завод. Но подозрение на то, что по шрифтам и по буквам это что-то немецкое. Это немецкий завод, который вот, собственно, поставил порядка 12 тонн вот этой самой железной, не знаю, как не арматуру ее назвать правильно, ну, двуторых. Ну, сама-то, собственно, башня подряд был заключен, насколько я помню, с московской, да? Да, это Мюр и Мюр и Лиз, вообще неожиданная история. Мюр и Мюр и Лиз, которые там условно классные промышленники, торговцы, владельцы того же самого ЦУМа, каким-то образом невероятным, оказываются застройщиками башни за пределами Московской области. Такого опыта вообще нет. Неизведанными путями какими-то даваниями. Ну, почему? Ну, возможно, что вот использование какой-то иностранной, да, вот этих иностранных рельсов, они как раз шли от этого застройщика, потому что в ранних зданиях Чарушина там используются демидовские рельсы. Да, с материалами там, на самом деле, было все очень-очень выгодно, что на этапе строительства в СМЕТу заложили одну сумму, сэкономили порядка 50 тысяч, благодаря тому, что вот Мюр и Мюр и Лиз, они могли напрямую в Европе заказывать все материалы намного дешевле, еще и сами являлись изготовителями вот этих же всех водопроводных труб. То есть вообще классно сэкономили, да, и у Слободского, у жителей была бесплатная вода. А, кстати, вот сейчас в процессе реконструкции, что касается новых материалов и каких-то современных решений, вы это все по минимуму так бережно достаточно будете внедрять или... Ну, настолько бережно, что мы чуть не кисточкой пылинки там сдуваем. Работа из-за этого, возможно, движется не так быстро, как хотелось, но вот из интересного. Такой тоже у нас пост присутствует. Если сейчас будет не совсем понятно, то, думаю, разобравшись в группе, можно будет все-все-все понять. У нас присутствуют перекрытия железобетонные между двумя этажами. Они сделаны и как по типу сводов манье. В основном у нас по всей области используются такие перекрытия, сделанные из кирпича, то есть своды, когда выкладывают кирпичом. А здесь именно заливалась, делалась опаубка и заливался вот этот сам бетон. Мы сейчас у нас, так как я уже оговорилась, что таких перекрытий у нас немного, а вот между первым и вторым этажем там вообще деревянные перекрытия, мы как раз такую историю классную воплощаем. Мы вместо деревянных перекрытий будем делать железобетонные по типу свода манье. Большая сложность в том, что в России подобные опалубки не изготавливаются. Нет человека, который бы рассчитал это все правильно. Изготовить-то можно, но нужно необходимо вот эти вычисления все выполнить. Мы нашли какой-то просто нереальный калькулятор на немецком языке, где все вбили, и там с помощью тоже инженера-проектировщика нам удалось получить те самые цифры, заказать опалубку. И вот как раз она приехала в этот самый час. И по этой причине у нас сегодня Анатолия нет на эфире. Нет, приехала она из Московской области, по-моему, или из Владимирской, я сейчас точно не помню, как раз можно ему позвонить, спросить, как там разгрузка. Вот, ну, собственно, да, он резко сорвался и поехал за этой опалубкой, чтобы ее разгружать. Ну, а мы совсем скоро будем вот эти перекрытия заливать. Самостоятельно или все-таки с привлечением? Конечно, с привлечением. Специалистов. Конечно, конечно, самостоятельно. Я бы, конечно, рискнул бы сам, что там получится в итоге. На самом деле специалистов не так много, поэтому это будет и для специалиста такой задачей не самой простой. Ксения, мне кажется, вы какую-то жизнь вдохнули в город Слободской и со своими экскурсиями, и заботой о башне. И однажды, оказавшись у вас в башне, просто в вечернее время, да, там, ну, было открыто, попало на чтение стихов. Это было так здорово, как будто находишься где-нибудь там в этажине столицы, в каком-то европейском модном городе, где вечером можно попасть на какое-то мероприятие, мероприятие, да, совершенно неформальное, где какой-то народный поэт читает стихи. Это здорово. Что-нибудь вот ещё планируется или пока сейчас всё ремонт? Да, мы были вынуждены, пока что чтения же у нас до этого проходили каждый месяц, и мы сейчас вынуждены были им отказать, потому что условия, когда вы сидите в пыли... Конечно, можно... Я вот всё вот надо прийти, чтобы поэты чистили кирпичи, читали стихи. Можно, конечно, такой формат сделать, но пока что у нас такая пауза в наших отношениях. Но я совершенно удивлена ребятами, потому что они выпускают каждый год сборники, пишут собственные стихи авторов. Там просто несколько десятков. Они все приходят к нам и из Кирова люди приезжают. То есть их даже несколько? Их несколько, да. Там, получается, вот Антон, который организовывает, а там этих авторов очень-очень много. И каждый пишет стихи, каждый приходит выступать. Причём разные совершенно люди по своей специальности, возрасту всех разный. Ну, это вообще что-то невероятное. Мы сами очень удивлены, насколько интеллигентны люди в Слободском, какие они самоорганизованные, потому что они собирались до этого просто на улице, на Ратонзе. А это исключительно Слобожане, да? Жители Слободского только лишь. Почему нет? Из Кирова тоже приезжают, но, так скажем, у них есть своя тусовочка. И это очень круто, что местные люди могут найти место, вот у нас, мы их приютим, и когда откроется, всё, то есть мы будем предоставлять им пространство, местные люди могут по интересам собираться вот в таком культурном месте. И причём интересное у них какое чтение стихов, и причём своих авторских стихов. Абсолютно безобидно это занятие такое, наверное, да. Нам пора сейчас на рекламу прерваться на совсем небольшую, она продлится всего лишь минуту. Я напоминаю номер нашего прямого эфира, 211-101, мы скоро начнём задавать вопросы, список призов тоже озвучим, так что не переключайтесь. Сейчас будет интерактивная часть программы «Культпоход» со звонками от вас, У нас, как обычно, достаточно широкий список призов. Сейчас Светлана озвучит, что именно. У нас есть пригласительные билеты в кинотеатры «Смена и дружба». Также есть пригласительный билет в галерею «Прогресса» на выставку Сергея Горбачева. Однако, скажу, что выставка заканчивает свою работу в воскресенье, поэтому можно уже будет с понедельника посетить выставку «Молодого искусства. Новые кисти». Также у нас есть книги от магазина «Читай город». Это Дмитрий Данилов «Саша, привет». Егор Лето в «Сияние. Прямая речь. Интервью. Монологи. Письма». Михаил Боков «Русская готика». Марьяна Романова «Болото. Все книги 18+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. А также у нас есть подарок, пригласительный билет от нашей гости, это Ксении Логиновой, на обзорную экскурсию по Слободскому в это воскресенье с 11.00 на две персоны. Звоните. Ноль плюс. Да, экскурсия Ксении ноль плюс. И вопрос от Ксении. Первый вопрос будет касательно архитектора Ивана Аполловича Чарушина. Нужно будет назвать город, из которого родом наш архитектор. Вот с простого вопроса абсолютно начинаем. 211-101, звоните. Кто первый дозвонится, с тем будем общаться. И мы надеемся, я думаю, что уверены даже, что вы абсолютно правильно ответите на этот вопрос. Звоните. 211-101. Кстати, уделяете ли вы внимание Чарушину-то подробно в ходе экскурсии по Слободскому? Конечно, у нас прям, да. Уже есть звонок? Уже есть. Давайте общаться. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, да, наш постоянный слушатель. Ну, и вы, я думаю, без труда ответите на этот вопрос. Ну, конечно. Из славного города Вятки, из большой династии Чарушины. Отец у него был художником. И дети, и внуки тоже прославились в области рисунка и художества. Вот, вы знаете, его, получается, ну, отец, он действительно был родом из Вятки. А вот сам Иван Аполлонович, он родился все-таки в городе Вятской губернии, но не в Вятке. Может быть, вы знаете, какой город у нас славится своими деревянными шахматами. Недалеко город от Вятки находится. Километров 80. Предположу, в Орлове. О, вот это правильный ответ. Халтурин, Орлов, конечно. Да, Халтурин, Орлов, действительно. И его усадьба, кстати, до сих пор там еще находится, и дом стоит. Александр, мы вас поздравляем. Определяйтесь быстренько с призом, который вы хотите получить. К редактору. Хорошо, все. Тогда последующих наших слушателей мы тоже будем вынуждены к редактору передавать, потому что мы-то здесь не знаем, да, что же там выберут люди. Хорошо, Ксения, следующий вопрос. Быстро идем. Следующий вопрос. В каком стиле построена наша башня водонапорная? Первое, это класси... Можно, мне кажется, без вариантов. Первое, это классицизм. Второе, неоготика. И третье, это модерн. Классицизм, неоготика и модерн, да? Все, все повторяемо. Три варианта ответа. Ну, собственно, одного взгляда на эту башню хватает, да, видимо? Я тоже думаю, что можно было обойтись, но здесь это мои, может быть, какие-то... Кстати, как специалисты, поясните, башня, построенная в начале 20 века, это был расцвет, да, тогда вот именно этого стиля. Или уже закат уже отходил, и это как-то все... Нет, если говорим о провинции, то для провинции это был... Для провинции нормально еще. Да, это был самый расцвет, а вот если говорить о столичных городах, то первые постройки были в конце 19 века еще сделаны. Ну, то есть примерно на 2-3 десятилетия все-таки провинция отставала, да, по этим архитектурным веяниям вот таким. 211-101, ждем вашего звонка. Отвечайте, в каком стиле. Да, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Олег. Олег, добрый день. Скажите, пожалуйста, в каком стиле построена водонапорная башня в Слободском? Ну, предположу, что это классицизм. Ну, обычно по правилам культпохода мы еще даем попытку, да, нашим слушателям ответить. А вы ее видели, Олег? Нет, честно говоря, не помню. А, ну вот, вы просто посмотрите фотографии, и вы сразу... Потому что с этим стилем абсолютно знакомы все. У вас осталось теперь выбор из двух вариантов. Это нео-готика и модерн. Нео-готика и модерн. Ну, пусть будет модерн. Вот опять мимо, Олег, к сожалению. Да. Да, не можем мы сейчас отступать от своих правил. Все-таки две попытки вам дали, обе попытки мимо, поэтому вы уж нас извините. Мы следующего слушателя будем ждать, да, 211-101. Ну, и вот человек, который сейчас дозвонится, он промазать просто-напросто не имеет права. Вот как получается-то. Не модерн и не классицизм. А потому что человек не увидел просто образ, да, вот не увидел вживую эту башню, потому что, конечно, все, кто видит... А вот быстренько вы в эфире. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, Наталья. Наталья тоже наша постоянная слушательница. Ну, и выстрел в яблочко, видимо. Нео-готика. Нео-готика, конечно, мы имели в виду. Спасибо, Наталья. Передаем вас в заботливые руки нашего редактора, потому что она уже занимается распределением призов в зависимости от того, кто уже что выбрал. И еще один вопрос. Успеваем. Так, давайте тогда с годом основания башни. Нужно ли здесь давать варианты? Я думаю, нужно. Когда башня была построена? Да, в каком году? Ну, давайте. Да, три варианта ответа. Три варианта ответа. Три варианта ответа тоже дадим. 1890 год, 1911 год и 1940 год. Ничего себе, какие варианты разбросов. Я думала, там будет разница в один год. В полвека 1940, 1890 и 1911 год. Ну, кто нас внимательно слушал, мы дали все ответы для того, чтобы сейчас правильно ответить на этот вопрос. Ну, на самом деле, тут две даты наиболее близкие друг к другу, да. Ага, есть у нас ответ. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Игорь. Да, Игорь, ну что. Я хотел не о готику посмотреть, башню. Так подождите, надо сначала правильно ответить на вопрос. Давайте эту формальность соблюдем уж. Итак, какой год основания? Значит, там 1800 какого? 90-й, 1940-й и 1911-й. А, вот, 1911-й. Вот, правильно, услышали, я акцент сделал именно на эту дату, соответственно. Что, неужели бы гадал? Конечно, то есть в этом году получается 111 лет, да, со дня... Значит, я еду смотреть башню. А вот мы не можем вам, к сожалению, сейчас утвердительно сказать, едете ли вы или не едете, потому что предыдущие дозвонившиеся и ответившие правильно, они все-таки с редактором нашим общаются, да. Мы вас тоже передаем редактору. Да-да-да, нам говорят, что все, да, все хорошо. Мы вас тоже редактору передаем. Ну что, у нас получается буквально минутка у нас остается, видимо, не успеваем задавать вопрос. Да, по поводу вот вариантов, да, у нас, которые вызвали там разницу в 50 лет, абсолютно Ксения здесь права, потому что Иван Аполлон Чарушин работал ровно 50 лет в нашей Вятской губернии. У него такой послужной список, который охватывает полвека. Поэтому вполне он мог построить и ее, да, и в 1890, и в 1911, и в 1940. Ну и как, считается, что около или более 500, да, работ у Иван Аполлоновича? Никто пока не считал. Я знаю человека, который взялся за эту работу, он считает, потому что... Да важно ли это вообще уж так вот прямо? Ну какой-то список все равно хотелось бы видеть воочию, потому что люди спрашивают, а что, а какое, все равно эти детали не имеют места. Ну хотя да, чем дальше, собственно, чем бежит время, тем... Потому что вот эта цифра, она действительно 500, она кочует из одной книги в другой, ее все называют, и никто никогда ее не пытался подтвердить. Мне кажется, что у него, возможно, даже и больше будет проектов, поэтому надеемся, что обязательно это выясним. И эта цифра будет в музее, как главный... Да, один из экспонатов, вы будете отвечать на вопрос, где же... На этом завершаем сегодняшнюю программу «Культпоход». Самые теплые и светлые лучи поддержки ваши. Спасибо. Ваш адрес, ваших единомышленников, коллег Анатолия Курбатова, как владельца водонапорной башни. Следующая программа «Культпоход» у нас будет ровно через неделю, снова будем разыгрывать всевозможные призы. До свидания. До свидания. До свидания. «Культпоход»